Друзья, всем привет! Сегодня необычный выпуск. Сегодня речь пойдет не о полиции, сегодня речь пойдет о миграционной службе. Поэтому все те, кто ждут разоблачений, взяток, полицейских, могут смело пропускать это видео. Сегодня я вам расскажу о том, как получить ID-карту в Украине. Точнее, не как ее получить, а с чем вы столкнетесь, если пожелаете эту ID-карту оформить. Многие из вас слышали, что около полугода уже, даже более того, люди, достигшие 18-летнего возраста и впервые получающие паспорт, получают карту, ID-карту нового образца. С 1 ноября, наконец-то, Верховная Рада совместно с иммиграционной службой и МВД урегулировала все вопросы и паспорт в виде ID-карты могут получать также лица, которые старше 18 лет, но с некоторыми ограничениями. Ограничения касаются моментов, если вы утратили по каким-либо причинам свой паспорт, либо он был украден, либо вы его потеряли, либо же пришло время вам просто обновлять фотографию, либо же вы поменяли фамилию. В этих случаях вы можете обратиться в иммиграционную службу и получить вместо старой книжечки новую ID-карту. Как это происходит по факту, я решил показать вам на примере своего случая. Не так давно у меня ограбили мою съемную квартиру, в числе вещей также были украдены документы, поэтому я обратился по месту жительства и решил оформить ID-карту и показать вам, что происходит, что происходит, если вы пришли ее оформлять. На примере этого небольшого иммиграционного отдела в городе Запорожье я хочу вам показать, что ждет вас, если вы обратитесь в любом из городов Украины. Я не думаю, что слишком ошибусь, если скажу, что такая или подобная ситуация ждет вас везде в принципе. Поэтому, друзья, смотрите, комментируйте, пишите, наслаждайтесь. Приятного просмотра. Многие украинцы станут счастливыми обладателями чудо-паспортов. Пластиковая картка замест синей книжечки. Это правильная революция. Это последняя прощевая Радянскому союзу. Радянскому паспорту. Про будущий вигляд паспортів на своей странице у Фейсбук написал министр внутренних справ Арсен Аваков. За его словами, ID-картку украинця будут выготовлять из багатошарового полимерного металла, на который внесут все данные. На оформленной тимет 10 рабочих дней. Я понимаю, но так ожидают много людей. Можно как-то ускорить. Я не знаю, с делом разобраться, он все равно будет задать. Да нет, ну так люди просто на работу донутся. Я работаю, я не зашла чай пить. Понимаете? Голос не повышайте за меня, женщина. Ведите себя нормально. Как вас зовут? Закройте здесь. Как зовут вас? Код заборонен. Как зовут вас? Я хочу жаловать. Анна Александровна. Напишите. Пуровцева моя фамилия. Ваша должность? Главный специалист. По чем? По хамству? Ограблю квартиру. Так, давайте документ из милиции. Пожалуйста. С полицией. Подойдет? Подойдет. Смотрите, Шоне вам не написали. Может быть у вас есть номер заявления, под которым зарегистрировано. Потому что у меня есть ЕРДР внесено. ЕРДР это 10 цифр. А еще есть номер заявления ЕО. Дело в том, что я в программу, когда буду вносить, мне нужно два числа. Вы будьте любезны, вбивайте, что вам надо. Нет, так тут нет этого. Связывайтесь с полицией, выясняйте. Вы знаете, я не могу связаться с полицией. Вы знаете, я вас разочарую, но это именно та справка, которую полиция выдает. Они не указали вам. Это, к сожалению, не моя проблема. Вы знаете, я вам тоже не смогу ничего в этом случае помочь. Вы не отказываете? Я просто не найду. Письменный отпуск, дайте мне, пожалуйста. Не, не запрос, отказ мне дайте, пожалуйста. Вы мне тогда напишите письменное заявление. Я скажу, что без этого номера я же не смогу внести его в базу. Мне будет, как вам будет удобно. Да, хорошо, письменный запрос. Хорошо. Какой запрос? Мне надо отказ от вас о том, что вы... Сначала вы должны мне дать запрос, на который я должна отказывать. Какой запрос? Ну почему? Что вы от меня хотите услышать? Я вам рассказываю. Здесь не хватает. Я связался. Еще одного числа слушаю я вас. Я связался с фейским департаментом миграционной службы, которые мне пояснили, что для того, чтобы восстановить украденный паспорт, мне необходимо получить справку с полицией о том, что паспорт, собственно, был украден. После этого мне надо прийти к вам, написать заявление, дать эту справку и все. Только справку они вам неправильно выдали. Это не моя задача. Я пришел в полицию, объяснил, для чего. Мне дали типовую справку, которую выдают всем абсолютно. Нет, не всем. Я вам могу показать. Мне показать ничего не надо. Мне надо от вас отказ, что вы такая-то, такая-то, такому-то, такому-то отказывайте в выдаче ID-карты в связи с тем, что и так далее. Все. Больше у вас ничего не надо. Ну, можете временно еще дать мне документы. Временный документ я вам дам только, когда заведу дело. Заводите. Но я его не смогу поставить в базу. То есть я сейчас бесправный человек, правильно я понимаю? Я вам рассказываю, что вы мне должны донести. Не, не, вы мне не надо рассказывать. Я для этого звонил в Киевское управление, иммиграционные службы. Зачем мне вы? Я позвонил в управление, связался. Мне сказали, что без проблем, вы можете получить ID-карту. Мы сейчас с первого числа начали их выдавать. Для этого всего-навсего в течение часа вам все сделают. Вам надо принести справку с полицией о том, что у вас была кража. Плюс связи с оторжением даже не надо. Я на всякий случай взял, потому что, ну, мало ли. А если бы вы были полицией, я бы вошла в компьютер и, может быть, бы посмотрела. Слушайте, я не знаю, честно. Не, вот это у меня безразличие. Дело в том, что я не полиция. Я тоже, понимаете, я тоже не полиция, я тоже не миграционная служба. Если вы в вас, ну, поймаете? Я не знаю, честно, пишите, как хотите. Если это отказ, пишите отказ. Я же не буду учить вас, как работать. Конечно, не будете против. Если у вас должен быть талончик, под которым вы писали заявление. Вот это заявление. Пожалуйста, вот, пожалуйста, будьте любезны. Все есть. Это не такое писание заявления? Да, вот такое заявление я писал. А талончик вам вижу, что не выдавал. Вот, вот есть, все здесь есть. Есть номер ИРДР. ИРДР есть. Все. По нему можно отслеживать. Я ее базе по числам. Слушайте, мне зачем ваша база? Мне зачем вникать в эти подробности? Я обычный гражданин, правильно? У которого произошла кража. Взломали квартиру, украли документы. Вы мне не хотите услышать. Я, гражданин Украины, я не должен решать эти проблемы. Для этого есть орган. Вы. Я к вам пришел и... Это не важно. Вы, миграционная служба. Я пришел к вам изложить суть проблемы. О том, что у меня, как гражданин Украины, украли паспорт. Вы должны эту проблему решать. Не я. Вы ошибаетесь. Я не должен бегать этим справком. Все, что от меня требовал закон, я сделал. Я пошел в полицию, получил документы. Вот этот они выдали мне. Принес его вам. Дальше вы разбираетесь, сколько у вас полей там в вашей программе. Сколько вам надо цифр. Мне это неинтересно. Мне надо результат. Либо отказ, либо документ. Все. Поэтому принимайте решение. Не знаю, какое решение принять. Но я вас мотивировать не буду к правильному решению. Принимайте законное решение. Если вы на основании закона имеете право мне отказать, будьте любезны, давайте мне отказ, и все. Дальше я уже пойду решать эту проблему по-другому. Я же не буду вас уговаривать. Вы мне там на камеру что-то хотите написать? Вы у меня разрешение спросили? У меня на разрешение ваше спросили? Для чего? Потому что я такой же гражданин, как вы. Ну да? Ну вы сейчас кто? Вы сейчас держслужбовец. Ваша работа какая? Гласная. Я имею полное право. Вы так скажете мою работу? Как вы свою знали? У вас даже на сайте миграционной службы написано, что необходимо предоставить документ о початку доставного расследования. Конечно, но там не все подробности написано. Извините, если у вас на сайте все подробности описаны, это не моя проблема. Вы знаете, не моя, я сайт не формирую. Это не ваша проблема? Слушайте, вы представитель... Вы должны будете зайти в другую часть, в нашу, в Ленинскую. Нет, 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 я не буду никуда заходить. А я не смогу. Мне надо отказ от вас. Если вы не хотите выдать мне ID-карту, мне надо от вас всего-навсего отказ, что я такая-то, такая-то, на основании того-то, того-то, что у меня в базе нет дополнительной возможности пропустить, допустим, внесение этого номера. Отказываю такому-то, такому-то, который был тогда-то, тогда-то ограблен в связи с тем-то, тем-то. Все. Это документ. Не просто ваши слова, что я не могу. Я тоже могу, чего не могу, но я как-то с этим стараюсь жить. Ожидайте в коридорчик. Не, пойдемте вместе. Не, не, мне как раз начальник нужен тоже, я буду писать заявление Охранске. Так я в очереди. Мы же сейчас мой вопрос решаем. Мы сейчас вместе и пройдем. Нет, вы же не хотите идти. Куда не хочу идти? Мне надо, чтобы вы зашли в нашу дежурную часть и написали, ну, вам там по компьютеру проверят и скажут номер его. Я его должна внести. Я не могу в какую дежурную часть. Если вам надо, вы связывайтесь с ними, выясняйте. Мне это не надо. У меня есть перечень документов, которые мне государство говорят, чтобы я вам их предоставил. Я вам их предоставил. Все. Если какие-то проблемы, судитесь с ними, с полицией. А что ж я буду судиться? А кто я? Ну, а я что буду судиться? Не, подождите, я, вы кто? Я принимаю вас документы. Вы, вы, вы скажите. Я говорю вам весь перечень документов. Вы сотрудниками миграционной службы. Выдаю квитанции. Вы для чего здесь? Конечно. Чтобы помогать, решать проблемы. Конечно. Ну, ни в коем случае, чтобы не судиться с полицией. Помогите мне решить проблему. У меня есть четко очерченные обязанности судиться с полицией. В них не входит. Хорошо. Ну, не вы, ваше управление пусть судится. Я утрировал. Пусть судится. Мне от вас надо. Такого управления тоже ж нет денег, оплачивает судебное. Это не моя задача. Мне надо от вас либо ID-карты, либо отказ о ее предоставлении. Все, больше я от вас не хочу ничего. Ни поблажек, ни уступок, ничего. Мне надо просто, чтобы вы выполнили букву закона. Это выглядит как подделка. Нет. Это оригинал. Это не оригинал. Вы выдали в полицию, правильно? Нормально. Да, но они же вам не написали. Это спасибо. Это к ним вопрос, не ко мне. Я понял. Но это не моя задача. Дело в том, что мы с Ортесой даже не сможем связаться. Смотрите, обратите внимание, я пришел в Запорожье по месту прописки. Я не пришел где-нибудь получать в филиале, не знаю, там, в Америке где-нибудь, там, в конкурсе Украины. Я вас услышала. Я вас услышала. Я хочу, чтобы вы мне здесь просто дали ID-карту. И все. Я пошел как нормальный гражданин Украины. Правильно. Понимаете, на сайте написали. Но как это все выполнить, допустим, без номера ЕО, я себе... Ну, я не представляю. Давайте пойдем о задачах вашего руководителя. Заодно напишем заявление о хамстве у вашей сотрудницы. Да, с какой сотрудницей. Ну, вот, которая у вас в кабинете была. Решим эту проблему. Смотрите, вот это прецедент. Вы сейчас выдаете ID-карты. Мы сейчас в этой ситуации разберемся. И в третьем вы будете знать, как действовать. И вам будет хорошо. И мне. Я вам помогу, так сказать, решить этот вопрос. Ну, извините меня, передать по полицейским участкам и просить, чтобы они дофицировали готовые. Я не буду. Я думаю, что я тоже не могу у них запросить. Сейчас к начальнику подойдем. Пойдемте. Все, там просто людей много. Все на работу спешат. Берите квитанции. Эта квитанция оплачивается за... У вас будет ID-карточка. Значит, помимо этих квитанций, свидетельство о рождении берете. Но свидетельство о рождении вообще не надо. Смотрите, у вас будет ID-карточка. Все документы сканируются в электронную базу. Но сканировать их можно только с оригинала. Ну вот, я принес. С ксерокопией ничего не получится. Дальше. Говорите мне, где вы получали предыдущий паспорт, который утратили. В Ленинском. Да? Вот в этом окошке. Много-много лет назад. И прописаны вы в Ленинском. Да? Мне с вас нужна еще справка с места жительства. Она тоже предусмотрена. Нет. Да. Нет, я уточнял. Я звонил, уточнял. Для получения ID-карты. Но вы поймите, что по звонку... По звонку... Слушайте, смотрите, обратите внимание, я звонил незнакомой своей. Я звонил на горячую линию. Я общался с госпожой. Я вам подскажу, с кем я общался. Секундочку. У тебя нету в перечне документов на вашем сайте. Пойдемте. Пойдемте. Подождите, сюда нельзя заходить. Здесь паспорт... Ну, мы же по-моему вопрос важнее, не приличные решили. Сюда нельзя заходить. Я поняла, а вы начальник. Я начальник. Можно... Первый кабинет, пожалуйста. Первый кабинет, говорю, пожалуйста. Сюда нельзя заходить. Я поняла. Я поняла, но вы же... Подождите, подойдите ко мне в первый кабинет. С камерой тоже нельзя сюда заходить. Вы же, пожалуйста. Сюда нельзя заходить. Пойдемте, я вам объясню ситуацию. Я говорю, в первый кабинет, подойдите ко мне, пожалуйста. У вас там нету. Ну, так я сейчас подойду. Так мы стоим там, ждем, вас нету. Это некорректно. Вы там стоите одну минуту. Вы сидели у меня в кабинете. Что конкретно некорректно? Я прошу помочь. Есть ситуация, которую ваш сотрудник не может решить. Нужно ваше вмешательство, надо. Мы ходим вас ищем. Если можете, помогите нам решить проблему. Так, слышали, уже слышали. Я не спрашиваю, если у вас разрешение будет. Мне не надо разрешение. Ситуация такая. Я хотела просто предупредить. Вы меня не предупредили разрешение. А мне не надо вас предупредить. Значит, у него в краже документы. Но вот тут не написан номер ЕО. Я же его в СИБАЗу не могу внести без номера ЕО. Ему в Одессе написали только ЕРДР. Я вычитала. И нет его нигде. Если вам должны были дежурные, то вы должны были выдать вот такой талончик при подаче заявления. Мы сами только что обсуждали. И в нем написан четырех- или пятизначный номер. Я понял. Мы обсудили с вами. И он у вас должен быть на руках. Еще раз вернемся к вопросу. Давайте еще раз. Потому что я ошибаюсь. Ну пусть руководитель посмотрит и скажет, как надо. Так, это мы принимаем работу. Дальше перечень документов. Что непонятно? Мне все понятно. Сталка с места жительства. Он категорически отказывается. Да нет, слушайте, я не понимаю. Какой категорически отказывается? Я объясняю ситуацию. Вы не перекручите мои сталки. Нет, ну вы мне, может, с вами обговорили. Я говорю, надо. Вы говорите, я не буду нести. Перед тем, как вам приехать сюда, я приехал из другого города. Я связался с управлением миграционной службы в городе Киеве. Уточнял специально, в каком из филиалов в Запорожье есть оборудование для выдачи ID-карт. Да, то есть они все уточнили. То есть есть вся переписка. Они предварительно мне, они просто так ответили. Они официально мне ответили, какой нужен перечень документов. Я его подготовил. На всякий случай я взял с собой свидетельство рождения, хотя его не надо было брать. Теперь мне, приходя сюда, ваш сотрудник говорит о том, что мне необходимо сейчас побегать по райотделам для того, чтобы принести какой-то еще код. Вот сейчас вы сказали, что можно взять это в работу, она возьмет это в работу. Но помимо кода мне теперь надо еще побегать и взять какие-то справки, которые наверняка мне, конечно же, опять же, без паспорта не дадут. И поэтому я, у меня просто нет времени бегать туда. У вас нет документов удостоверяющей личности? У меня у вас есть. У водительская. Есть водительская. Но там работают точно такие же сотрудники, как у вас, которые при виде моего водительского удостоверяя скажут, нет, нам это не подходит, нам нужен только ваш паспорт. И все. И начнется все это с самого начала. Смотрите, в чем история. Вы туда не обращались, но вы уже уверены. Не, не, я туда даже не буду обращаться. Почему? Потому что я перед тем, как вам прийти, я все уточнил специально для того, чтобы не было вот этих инцидентов. Я узнала, что надо. Мне сказали, надо вот это и вот это. Все. Тебе это выдадут в течение дня. Я пришел к вам. И у меня сейчас просто волосы шевелятся от того, что, во-первых, ваши сотрудники мне хамят. Я не про это. Никто вам не хамяет. Не про вас я говорю. Не про вас. Ну не про вас я говорю. Это не правда. Ну хорошо, это правда-неправда, это другое дело. То есть по этому факту я хотел бы написать вам заявление лично, чтобы вы разобрались. Плюс ко всему посодействовали в законном оформлении документов. Все, что мне надо. Смотрите, почему вам сказали про справку с места жительства, с органа регистрации. Значит, почему я так говорю? Потому что программа заработала с 3-го числа. Раз. Бумаги, которые приходили к нам методические в рекомендации. Видите, уразилий отсутности информации в Петро, с ДМС, про регистрацию местопроживания, доведка органа регистрации, надоедка в Борску. Мне все, что надо от вас сейчас, либо отказ, либо... Определите, пожалуйста, время, когда мы можем принимать. Значит, принимаем мы по записи, по одной простой причине, что у нас на одной технике, которая есть в отделе, и оформляет загранпаспорт, и оформляет ID-карточки. ID-карточки – все категории, которые вы мне перечислили. Поэтому вам будет назначено время, вы проплатите платежи, принесете копии, оригиналы всех документов, которые надо... Временный документ, вы мне на это время дадите какое-то? Временный документ предусмотрен, тогда вам нужна фотография. А где вы получали паспорт? Здесь у вас. Все у вас, я поэтому к вам пришел, потому что это у вас, тут все документы мои. У вас вся информация о моей прописке, о паспорте, все есть. Если необходимо, у меня есть ксерокопия моего паспорта, если вам надо, я могу вам их предоставить. Это не надо. Не, ну вдруг вы хотите посмотреть там прописку, или там кем выдано, или еще время выдано. Для того, чтобы посмотреть прописку, это надо посмотреть в регистрационных учетах, которые находятся на Маяковского 20. Куда вы категорически не хотите идти. Хотя людям, которые потеряли, или у которых украли документы, или потеряли документы, они выдают по документам с фотографии. Скажи мне, вот мне какой смысл туда идти, какой смысл, если все равно в течение 20 дней вы это будете делать. Если бы я пошел бы сейчас это все сделать, и был уверен, что вы выдадите в четверг, конечно, мне было бы интересно все это сделать и быстрее все сделать. Но так как от того, что принесу я эти документы, буду ли я бегать по этим райотделам за дополнительным кодом, либо буду я бегать за пропиской, это никак не ускорит дело. Какой смысл? У вас есть сотрудники, которые хамят, пусть они этим и занимаются, они получают за это зарплату. Я же ничего не требую, того, что не положено требовать. Я всего-навсего хочу получить документ гражданина Украины, который у меня был украден. Все. Молодой человек, по одной простой причине, что на момент, когда мы принимаем документы, нам необходима информация, что мы зарегистрированы в нашем районе, а не ваши слова. Ну так вы же, у вас для этого есть, я же пришел даже в тоже отделение, я когда к вам сюда приходил, получил паспорт. Я понимаю, когда вас фотографируют, уже указывается адрес, понимаете? А вы нам не даете информацию, вы зарегистрированы по данному адресу или нет. Так у вас же есть все документы. У нас ее нет, у нас ее нет. Органы регистрации работают с 4 апреля и они владеют всей информацией, картотекой по зарегистрированным гражданам. Ну вы запрос подадите, вам эту информацию предоставят. Ну я же говорю, у нас есть бумага от руководства о том случае, пожалуйста, обязывать гражданам, чтобы они предоставляли эти документы. Вы меня обязываете предоставить. Если вы... Я говорю информацию, которую я владею, я же не просто к вам пришел узнать. Я перед тем, как, я объяснил весь процесс. Молодой человек, я вам тоже объяснила, если какие-то проверки не приходят, то срок может быть увеличен. Ну хорошо, дайте какой-то документ мне, что я такой-то, такой-то, чтобы хотя бы у меня что-то было. У вас права есть? У вас есть права. Документ удостоверяющий личность. Я понимаю, но вы как миграционная служба же должны вместо паспорта документ временно дать или нет? Если у человека нет документа удостоверяющего личность, а так зачем мы так бомжам выдаем, у которых вообще ничего нет? Не даете так, если человек просит. Ну, при заведении дела, после заведения дела дадим. Документ выдается после заведения дела, то есть после фотографирования. Ну, на швейке все расписано, его эфир все расписано. В пятницу, в первой половине дня это можно сделать? Нет, в пятницу за границу. Ну, у меня нету, я просто физически не нахожусь здесь. Я улетаю за границу. Хорошо, давайте тогда в пятницу на 9 часов. В пятницу на 9 утра. В пятницу это у нас 11. Молодой человек, присядьте в коридоре, пожалуйста, ищите заведения. От меня надо что-то еще для того, чтобы... Или мне можно брать и уже платить, и все, и только заведение занести. Или еще надо где-нибудь расписаться мне о том, что я подал вам бумагу. Какие вы бумаги мне подали, если нас записали на 11.11, на 9 утра вы будете... А вот эти документы вам нужны? Вы будете там все подавать. А, и вместе с документами прийти еще раз? Конечно. И с квитанциями. С квитанциями оплачены. Вы на сегодня нам ничего не подаете, по-другому, просто причине, что вы не оплатили платежи. И у нас на сегодня расписаны люди. Для того, чтобы вас принять как-то между людей, вам определили время на 11.11. Если я сейчас оплачу, не подам документы сегодня, а сфотографируйся... Сегодня вы не сможете подать документы, потому что в момент, как вас оформляют и подаются документы... Одновременно. У нас аппаратура специальная стоит. Вас будут фотографировать, вас будут в электронном виде все формировать. Вы будете подписывать все эти документы. Вот это и есть оформление документов. А не просто я принес, нате, возьмите у меня. Все? Хорошо. Пожалуйста, в коридор пишите заявление. Ирина Михайловна, она Моренко. Табличка есть на кабинете. Спасибо. То есть, получается, Туровцева не в свое время должна вас принимать в пятницу, в деле утра, но тем не менее вы на нее хотите написать заявление, да? Разве это что-то меняет данную ситуацию? Нет, а можно вас перенести просто на другое время, на следующую неделю, когда у нас есть действие на время. Смотрите, вы не так меня поняли. В смысле, я вас не так... Ну, вы неправильно поняли меня. Вы, наверное, подумали, что я пришел одолжение у вас просить. Нет, не одолжение. Нет, если вы считаете, что вы пошли мне навстречу и сделали мне одолжение, назначив мне прием на 9 утра в пятницу, то вы ошибаетесь. Это не одолжение. Если ваше управление может это сделать для того, чтобы человек упростить получение паспорта, который не выживает в городе Запорожье, а иногородний, пожалуйста, сделайте это. Если нет, это никак не отменяет то, что ваше Туровцево ведет себя недожным образом, неподобающим сотрудникам иммиграционной службы, хамит и грубит людям. Хорошо, будем разбираться. Хорошо, ваше заявление тренирует. Спасибо большое. Заявление надо писать, да? Да. Я вам не мешаю, нет? Нет. Может, мы тогда начнем? Начнем, конечно. Дайте, пожалуйста, там бланк или как образец. Да, конечно, я отдам. Сейчас включу кламеру и сюда. Обязательно. Только так. Хорошо. Делаем все, как положено. Так, это бланк, поменяйте. Парочку можно? Квитанцы, подождите, пожалуйста, которые доплатили. Вот, пожалуйста. Это сейчас Бибросский называется, Ленинский район, да? Как напишите, так и будет. Все равно, под Ленинский, под Бибросский. Ну, переименовали же вроде, нет? Как прожить. И так, и так, правильно. То есть папку вы тоже здесь принесли. Здесь галочку поставить? Папку вам тоже нужно, чтобы кто-то из граждан принес. Галочку поставить? Да, поставьте галочку. Какую папку? Бумажную, в которой дела все собираются. Папку надо было принести? Да, надо было. Там написано было. Где? В перечне, я вам говорила. В каком перечне? Которую я даю. Вы мне перечень не дали? А, ну да, вы же все на сайте смотрели, все поняла. Да, там про папки не написали. Ну, хорошо, кто-то из граждан принесет, я вам выделю. Мне не надо папку, если вам она нужна. Нет, мне не надо, да. Она нужна. Папка делала, мне зарплату не будет передать на папке. Это у вас остается? Да, это у меня. Я ж не знала. Нет. Нет. Все, проходите в часы. Это не надо, да, вам копия уже? Нет, конечно. Зачем же она не с ошибками? Скажите, а вот с полицией это заявление я могу забрать? Нет. Мне подтверждение надо, что я скажу. Ну, это оригинал, вы можете сделать оригинал, отдайте мне, потому что еще надо документы восстанавливать. А вы не хотите пойти сами сделать копию? Нет. А почему? Ну, потому что мне надо оригинал, а копия нужна вам. Это я в ваше дело его делаю. Мы это не в своем, не своим детям. Нет, я не против. И не своим детям я его делаю. Знаете, это ваше документы. Хорошо, это мой, поэтому я хочу забрать его. Человек должен сам делать. Я извиню. Извините, но у нас сероп вообще не предусмотрен. Это мой личный. Вы личный сероп что-то не смотрели на работе? Да, это мой личный. Да? Ну, что? Я могу им не пользоваться? Я вас не заставляю, пожалуйста. Не задерживайся по человеку, а. Не задерживайся. Не надо видеть. Вы помоечку уже подняли? Да, конечно. Я думаю, что в этом здании своего разбраивания не написал. Что, он же серопство-то делает? Да. Рим, так оно отсекает. Спасибо. А давайте наберем силу из Миромара, чтобы он завтра забрал. Ой, серьезно, что я не могу. Да, забирай, забирай. Не за все остановлю. У нас есть старождение у вас остается, да? Нет, сейчас я его туда принесу. Так, садимся ровно, смотрим катастрою. Так, не двигаемся, не моргаем. Попробуем снимать пальцы. Давайте. Я полагом, я же не раз это делала. Да? У меня не получается. Левый указатель. О! Отлично. А теперь правую. Нет, два раза такие цифры. Супер. Так, я теперь не закрываю. Теперь скан пик пособленного. Загораются лампочки. Облакачиваемся на коробку, ставим подпись. Пальцами стекла не касаемся. Подпись не увеличиваем. Ну, вот это мы же делаем. Оставляем, да? Угу. Из фигали. Не то там взяло. Там мы первый раз пробовали, но... А, верификационный палец. Вот когда будете получать, вы должны будете получать по правой руке. Ага. Проверяем. Вот ваша формочка, на всякий случай. Все, через месяц подходите за паспортом. Стоп, а вам не давали маленькую бумажечку с паролями? Нет. Нет, сейчас я вам ее дам. И сзади напишем заодно график выдачи. Получаете, опять же, в этом кабинете. Угу. Большая платформа у меня. Я вам дам бумажечку. Там надо будет дома придумать пароли к паспорту. Угу. А можно по какому-то телефону узнавать, если он изготовлен, ждет? У нас, к сожалению, у городского телефона нет. Вот такая бумажечка. Угу. В каждой клеточке по одной цифре. И вот эти, ну, в общем, пенотины совпадают. Повторить. Не совпадают. Вот тут. А, все написано на инструкцию. И сзади заодно график выдачи вам. Чтобы вы не забывали. Потому что идете в другой день, мы не сможем выдать. Не будет доступа к машинам. Только так, получается, телефона нету, по которому можно выяснить. Выяснить или, может, где-то... Не работает у нас телефон. У нас здесь был, но телефонная линия погрязнена, и уже вот и никто нечего. Все, держите. Угу, да. Все, больше ничего, да, не надо? Нет, больше ничего. Да, спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания.